Привет всем! Вы на канале FamilyEase. Сегодня с вами я, Владимир Ефимов. Я детский анестезиолог. Весь свой трудовой стаж я проработал в детской реанимации по выхаживанию новорожденных и недомашних деток. Параллельно с этим занимаюсь педиатрией порядка 15 лет. Долгое время работы в педиатрии меня побудило к тому, чтобы открыть небольшой детский центр и комплексно оказывать услуги по наблюдению и лечению маленьких деток с самого рождения. Сегодня я постараюсь ответить на 8 самых часто задаваемых вопросов от мам в период возраста ребёнка от нуля до года. Итак, достаточно самая обсуждаемая тема для молодых родителей – это делать вашему ребёнку прививки или нет. Я склоняюсь всё-таки к тому, и мы зачастую это внедряем в практику, это обсуждение с самими родителями. Когда они у меня спрашивают, «Владимир Павлович, можно и нужно ли делать ребёнку прививки?» Не потому что я не могу на этот вопрос дать ответ, а потому что это всё зависит сугубо от вас. Поэтому я задаю встречный им вопрос, спрашиваю, «Вы готовы делать вашему ребёнку прививки?» И вот когда они начинают сомневаться, я говорю, «Вашему ребёнку делать прививки не нужно. Вот когда вы будете спокойны, папа и мама, что вот проснулись утром и сказали себе, «Да, мы сегодня идём на вакцинацию, всё, вот тогда у вас всё будет хорошо». Может быть, это несколько суеверно, но это зачастую работает. Когда родители морально готовы к вакцинации, тогда у детей происходит всё хорошо. С медицинской точки зрения я всё-таки больше склоняюсь делать вакцинации, но по готовности родителей. Почему делать вакцинации? График вакцинации, который существует у нас на Украине, он включает в себе вакцины и вакцинации от наиболее опасных инфекционных заболеваний. Ответные реакции на вакцинацию – это бывает также сугубо индивидуально. Здесь никак не предугадаешь. Нет такого теста, который мог бы сказать, что вот ваш ребёнок перенесёт вакцинацию замечательно. Нет, не существует. Вакцины просто зачастую провоцируют скрытые состояния у ребёнка, которые, возможно, бы никогда в жизни не проявились. Или если бы и проявились, то, возможно, при совершенно других обстоятельствах. Стресс, эмоции, жизненные ситуации, отсутствие питания, попадание в зону неблагоприятных условий. Поэтому, если вы ищете какие-то тесты, анализы, исследования на прогноз после вакцинации вашего ребёнка, его не существует. Это сугубо индивидуальная реакция. И она обусловлена не самой вакциной, а содержащимися там консервантами. Если только ребёнок не перенесёт в той или иной форме заболевание после введённых антигенов. Итак, самая маленькая часть нашего тела – это пупок. Да, пупочное кольцо представляет собой раневую поверхность. И эта раневая поверхность, она граничит, это прямые ворота в брюшную полость. Но, поверьте, природа настолько позаботилась об этом, что так бы просто пупочный остаток не отслаивался. Что необходимо вам дома иметь при уходе за пупочным остатком или же пупочной рамкой? Это самый банальный – перекись водорода, хлоргексидин и, возможно, настойку календулы. Вам кажется, что ребёнку там больно? Ему абсолютно не больно, потому что та раневая поверхность, она не имеет нервных окончаний. И там абсолютно безболезненная зона. Поэтому абсолютно спокойно себе обрабатывайте вышеперечисленными или любыми другими антисептическими средствами. Единственная просьба – не прижигать. Там ничего не нужно прижигать. И вторая большая просьба – не используйте зелёнку. Зелёнка – это красящий анилиновый краситель. Если вы покроете зелёнкой пупочное кольцо, вы покроете её слоем, скажем так, зелёной краски. И каждый же старается побольше круг нарисовать. Она будет замечательными бактерицидными свойствами. Но если у вас под ним начнётся воспаление, вы его не увидите, потому что вы его тщательно будете несколько раз в день закрашивать зелёнкой. Вот это вот и есть опасность. Поэтому оставляйте естественные цвета пупочной ранки. И если у вас ребёнок всё-таки плачет или кричит во время обработки пупочной ранки, поверьте, он кричит не от этого. Ему либо холодно, либо, может быть, ему не нравится микроклимат. Или просто самое банальное, он не хочет, чтобы его трогали в данный момент. Зачастую мамы задаются вопросом, нужно ли кипятить воду при купании, не нужно кипятить, и можно ли купать ребёнка, или не нужно купать ребёнка. Потому что зачастую они, выписываясь из роддома, получают рекомендации «не купайте, пока не отвалится пупок», вернее, пупочный остаток. Поверьте, ребёнок всегда должен быть чистым. И он должен быть выкупанным как с пупочным остатком, так и без него. Как в состоянии температуры, так и без температуры. У ребёнка маленького, у грудничка, кожа является отчасти дыхательным органом. Через кожу осуществляется дыхание. Кожа у ребёнка всегда должна быть чистой. Поэтому, если ребёнок болеет, два раза в день ребёнка искупать. Если ребёнок не болеет, у вас совершенно здоров один раз в день, или через день, в зависимости от состояния кожи, ребёнок должен быть выкупанным. Не обязательно её кипятить. Кипячение воды не решает каких-то кардинальных проблем. Кипячение убивает только бактерии. И то не полностью. Потому что я более чем уверен, что вы не кипятите около часа эту воду, для того, чтобы она идеально стерильна. И даже если вы вымоете ванночку до стерильных условий, вы погрузите туда ребёнка, который заведомо был на пелёнках, в распашонках, в одежде, и который на себе имеет какую-то некую часть бактерий. Поверьте, эта вода сразу же становится условно нечистой. Да, она будет чистой по отношению к ребёнку, но не настолько чистой, как бы вам хотелось. Подытожив, сказанное по купанию ребёнка, можно сказать следующее. Ребёнку достаточно быть выкупанным в самой обычной воде. Не обязательно, чтобы она была кипячёная. С применением моющих средств также на ваше усмотрение. Но я всё-таки отдаю предпочтение обычному кусковому детскому мылу. И не обязательно участие здесь трав. Это идёт как приправа к еде. То есть оно приятно, но лучше от этого ребёнок не будет. Он будет чистым, как и обычный. Тонус у ребёнка всегда субъективное понятие. Вы, наверное, не раз убеждались самостоятельно, что, идя к одному невропатологу, он вам говорит, боже, какой у вас тонус, вам нужен срочный массаж. Идёте к другому невропатологу, он вам говорит, да у вашего ребёнка всё хорошо, всё в порядке. И у вас возникает дилемма. Поверьте, повышенный тонус или так называемый гипертонус видно издалека. И маме, невооружённым взглядом, это очень легко определить. У вас ребёночек вытягивается, как струночка. У него начинает дрожать очень часто подбородок. Ручки и ножки вытягиваются, и он держит их не согнутыми, как обычно в позе эмбриона или полупозе эмбриона. Они у него вытянуты вдоль тела, и очень часто он, реагируя на звуки, вытягивает ручки и ножки. Вот это визуально вы можете определить как гипертонус. Всё остальное, что говорит вам доктор-невропатолог, он не совсем является гипертонусом. И если ваш ребёнок рождён в физиологических родах, без гипоксии, и вы на 3-5 сутки выписались из роддома без какой-либо патологии, поверьте, до 3 месяцев дистония мышечная или так называемый гипо- или гипертонус может быть физиологическим. Поэтому не старайтесь его исправлять. Дайте возможность ребёнку в течение 1-2 месяцев показать, что он умеет. И процентов 80-90, что ваш ребёнок восстановится самостоятельно. Окно новорожденных – это физиологическое транзиторное состояние, которое имеет свой период присутствия у ребёнка. Оно может длиться от недели до месяца, полутора, то и двух. Это так называемая выработка местного иммунитета на коже у ребёнка. Окно новорожденных возникает зачастую на личике у ребёнка. Оно проявляется единичными пузырьками, наполненных серой или желтоватой жидкостью. Всё зависит от того, инфицированные это пузырьки или неинфицированные. Диатез тоже так же начинается, но всё зависит от того, как оно дальше будет развиваться. Диатез ставится только тогда, когда чётко выявляется аллерген, когда чётко выявляется нарушение со стороны ребёнка, и оно проявляется не только на щеках. Зачастую родители это связывают либо с тем, что они что-то не то съели, либо, может быть, воду не то выпили. Кардинально отличить начинающийся диатез от окно новорожденного иногда порой бывает несколько сложно. Но всё-таки окно новорожденных начинается чаще всего с пузырьков, а диатез начинается с сухой шершавой кожи на щёчках. Это, пожалуй, наверное, самое единственное отличие и достаточно достоверное для подобных двух состояний. Но всё же вас может рассудить только специалист. Что такое режим сна и бодрствования? Режим сна и бодрствования – это неотъемлемая часть каждого ребёнка, как и, собственно, другого человека. Зачастую у маленьких деток эти режимы нарушаются. Мамы задают часто вопрос, нормально ли это? Этот режим абсолютно не вредит ребёнку, потому что у него он был изначально. Зачастую мамы определяют, когда он находится в животике, что он не даёт им спать уже во время беременности по ночам. Поэтому можно ожидать, что у такого ребёнка, скорее всего, будет нарушен, точнее не нарушен, а изменён режим сна и бодрствования. Если у вас всё же произошла такая ситуация, и вы стали обладательницей такого ребёнка, постарайтесь ничего не менять, постарайтесь не принимать никаких успокаивающих, даже пусть это будут фитопрепараты или чаи, потому что у них могут быть свои отрицательные стороны, и вам придётся потом исправлять те ситуации, которые у вас возникнут путём приёма этих препаратов. Поэтому постарайтесь подстроиться под ребёнка, и у вас всё рано или поздно станет на круге своя, и ребёнок ваш будет спать ночью, а днём будет бодрствовать вместе с вами. Период, за который происходит становление ребёнка, достаточно разное, всё зависит от темперамента родителя, от их эмоционального фона, от состояния внутри семьи. Поэтому это может произойти как в течение месяца, так и от трёх до четырёх месяцев максимально по продолжительности. Вы не поверите, ответ достаточно прост. Если ваш ребёнок будет пить водичку, допаивайте, хуже им от этого не будет. Но если ваш ребёнок не воспринимает водичку, и он не берёт бутылку с водой, поверьте, вы в него её не впихнёте. Я надеюсь, что всё, что мы сегодня с вами обсуждали, было хоть чуточку полезным, и вы всё-таки сделаете некоторые поправки в своём отношении к деткам, и не будете к нему столь скрупулёзны, и, возможно, вы не будете делать лишних движений или же волнений в сторону вашего ребёнка. Поэтому всё, что вас интересует, всё, что вы бы хотели узнать дополнительно с моей стороны, пожалуйста, пишите, задавайте свои вопросы, я вам буду отвечать. И, возможно, мы будем снимать дополнительные блоки на более популярном рассмотрении той или иной темы.